МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Поле чудес вместо урожая сельхозкультур, что выросло на земле одного из аграрных предприятий Чувашии. Без оглядки на импортеров, как изменились цены в магазинах Республики в условиях эмбарго. Поймали и вернули. В Московской области задержали подозреваемых в стрельбе у ночного клуба Новочебоксарска. В Республике началась уборка урожая. Однако не всякие урожаи с Чувашских полей порадуют аграриев. В Алатарском районе на поле, которое принадлежит одному из аграрных предприятий Республики, уродилась конопля. О таком своего рода поле чудес правоохранители узнали благодаря ежегодной операции МАК. В ходе проведения оперативных предприятий сотрудниками наркоконтроля было задержано четверо нестрочнолетних жителей Алатарского района. В ходе проведения досмотра, одного из которых был изъят рюкзак, в котором находился наркотик марихуана в количестве более двух килограмм. Как оказалось в последствии, жители собрали данный наркотик для личного употребления. Как выяснилось, собрали урожай дурман травы молодые люди на поле недалеко от села Ичиксы. Кстати, от местных жителей никаких сообщений в правоохранительные органы о таком соседстве, судя по всему, не поступало. А само сельхозугодие принадлежало одному из аграрных предприятий района. Коноплю специалисты признали дикорастущей. В итоге все растения уничтожили подростков, поставили на учет в наркодиспансер. В продолжении темы, на 1 августа текущего года под наблюдением наркологической службы Чувашии состоит 1149 человек с диагнозом наркомания и 1840 человек в группе профилактического наблюдения. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение числа больных наркоманией почти на 8%. Но несмотря на общую положительную картину, наблюдается рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. За 7 месяцев 2014 года были задержаны 19 человек. В 2013 году их было всего 8. В этой связи рекомендовано усилить работу по формированию здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных учреждений. В последние 3 года в рамках реализации, модернизации системы общего образования мы более 100 миллионов рублей направили на приобретение только спортивного оборудования, оснащения спортивных залов. Сегодня, в этом году запустили проект строительства и ремонта, точнее, ремонта и конструкции спортивных залов. Сельские местности, это 26 объектов 1 сентября в Байдургской. И плюс, конечно же, проект будет продолжаться в течение 3 лет. И еще есть надежда, что с учетом того, что республика эффективнее использует выделенные ресурсы, и еще 13 миллионов мы ожидаем до конца года. Большую роль в пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании играет с развитием массового спорта. В городах и районах принята программа по реконструкции и возврату объектов спорта, которые в свое время пришли в негодность. Это позволит создать условия для занятий спортом всех желающих и особенно детей, относящихся к специальной группе здоровья, отметил министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов. То есть, у нас уже наши люди с ограниченными возможностями, которые выступают, нам надо на встречи приглашать, вовлекать их побольше, значит, чтобы люди в молодом возрасте видели, что у них внутренняя сила, духовная сила такая, внутренняя энергетика может все-таки позволить им деривиться вперед. Еще один немаловажный аспект в борьбе с наркоманией – это информационно-просветительская работа. В республике проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». На номер горячей линии любой желающий может позвонить анонимно. На сегодня количество участников – около 4 тысяч человек. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Сегодня утром под колеса фуры попал пешеход. Произошло это на оживленном участке трассы М7, неподалеку от поселка Новые Лапсары. Как нам сообщили в госавтоинспекции, травмы, полученные при наезде, оказались смертельными. До пешеходного перехода пострадавший не дошел буквально 20 метров. Водитель фуры, следовавший из Татарстана, среагировать на появление человека на дороге не успел. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло днем 21 августа на перекрестке улиц Мичевана Павлова и Эльгера. 16-летний школьник на мотоцикле столкнулся с легковушкой. Удар был такой силы, что молодого человека отбросило на полосу встречного движения. Там он попал под маршрутный автобус. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Норвежская семга и польские яблоки уже исчезают с полок российских магазинов. В условиях низкой конкуренции отечественным производителям трудно удержаться от соблазна и не повысить цены на собственную продукцию. Что происходит в торговых точках Чебоксар, отправился выяснять министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Цель сегодняшней проверки такова, что все-таки мы хотим еще раз убедиться, чтобы на прилавках нашего магазина лежала качественная продукция, чтобы не было завышения. Тем более, вы знаете, что в связи с указом президента Российской Федерации мы в ежедневном режиме должны мониторить ситуацию с потребителем цены на продовольственные товары. По итогам проверки, серьезных нарушений со стороны местных товаропроизводителей не обнаружено. Цены на чувашскую продукцию не завышены. Есть другая проблема. Представлены наши продукты в недостаточном количестве. Должна быть здоровая конкуренция. Есть определенные, скажем, приверженцы той или иной продукции. И мы не должны их как-то стеснять. Или должен быть выбор всегда. Но самое главное, чтобы товары были представлены. Попутно в ходе проверки выявились и другие проблемы. Продавцы сознательно вводят покупателей в заблуждение, не указывая настоящий состав продукта. Очень легко можно наткнуться на дешевый заменитель под видом качественного товара. Это масло написано сливочное крестьянское. И вот 500 граммов, это полкилограмма, оно стоит чуть больше 90 рублей. Хотя вот фактически натуральное масло крестьянское, животное масло, столько стоить не может. Оно должно стоить где-то 350 рублей килограмм. Это получается, ну 300 рублей килограмм. Это получается полкилограмма, это 150 рублей как минимум. Поэтому здесь вопрос о том, что, скорее всего, здесь добавлено растительное масло. От эмбарго на импортную продукцию мы не только не пострадаем, но и извлечем выгоду. Подчеркивают эксперты. Однако только в том случае, если товаропроизводители, продавцы и покупатели будут честны и порядочны по отношению друг к другу. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Подробнее о том, как будет жить Россия и в частности Чувашия в условиях эмбарго, сразу после нашего выпуска в программе «По существу». А сейчас к другим темам. Если оплата коммунальных услуг каждый месяц вносит существенную часть дохода вашей семьи и проделывает в бюджете серьезную брешь, то подлатать ее помогут субсидии. Их размеры в ближайшее время изменятся. В какую сторону, расскажет Ольга Пырочкина. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг называют основной мерой социальной поддержки населения. Действительно, право на них имеют те, кто отдает за квартиру более пятой части семейного дохода. С начала года помощь получили более 16,5 тысяч семей. Среднемесячный размер начислений на одну семью приблизительно 1134 рубля. Однако уже в следующем месяце сумма окажется меньше. Дело в том, что теперь платить за отопление жители Чувашии будут не круглый год, а только в отопительный сезон, который в республике обычно начинается не раньше октября. С 1 августа этого года у нас плата за отопление в соответствии с новым порядком, который действует на территории нашей республики, будет взиматься только в отопительный период. Соответственно, в августе и в сентябре этого года граждане у нас платить за отопление не будут. Так как уменьшается размер платежа в этот период граждан, соответственно, размер субсидий тоже уменьшится. И при этом, как уже было отмечено с октября месяца, после того, как платы за отопление в структуре платежей вновь появятся, размер субсидий у нас увеличивается. Иными словами, пугаться не стоит. Специалисты говорят, если взять в целом погоду, то размер субсидий скорее возрастет. Если сейчас в июле месяце средний размер субсидий составляет 1134 рубля, то погода он составит 1370 рублей. Впрочем, повод для расстройства у отдельных категорий граждан все же есть. Сейчас, когда мы определяем размер субсидий, мы выплачиваем субсидий не более фактического размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Это было раньше, а сейчас еще добавляется фраза, что уменьшенных на размер мер, предоставляемых в соцподдержке. То есть, допустим, мы говорим, если инвалид получает субсидию, или семья, в которой проживает инвалид, получает субсидию, то в этом случае при расчете субсидии уже максимальной суммой будет размер фактической оплаты за жилищно-коммунальные услуги минус 736 рублей, которые государство дает в качестве меры социальной поддержки инвалиду. Есть и хорошие новости. Так как с декабря этого года собственники будут сами оплачивать капитальный ремонт своих домов, то эти расходы включат в расчеты размеров субсидии. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Следственный комитет Чувашии продолжает расследовать уголовное дело о стрельбе в Новочебоксарске у одного из ночных клубов города. Накануне задержали подозреваемых. Напомним, 20 июля неизвестные подъехали на автомобили без госномеров к одному из ночных клубов города. Да, обстреляли стоявших у входа молодых людей и скрылись. Обошлось без погибших, но четырех пострадавших с ранениями шеи, головы, рук и ног доставили в больницу. Один из них находится на лечении до сих пор. Следы преступления привели в соседнюю республику. В Чувашию доставлено двое молодых людей, задержанных по подозрению в причастности к стрельбе у ночного клуба в Новочебоксарске, в результате которой было ранено четыре человека. В результате четыре парня в возрасте от 22 до 27 лет пострадали. Они с огнестрельными ранениями головы, шеи, рук и ног были госпитализированы. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Трое из них в настоящее время из больницы выписаны. Еще один продолжает находиться на стационарном лечении. В результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственного комитета, совместно с сотрудниками Республиканского МВД, была установлена причастность к стрельбе двух молодых людей. Оба они являются жителями города Ешкар-Ала, Республики Мариэл, им по 27 лет. Утром 21 августа текущего года они были задержаны на территории Ступенково района Московской области при попытке заселиться в одну из местных гостиниц. После доставления в Чувашскую республику они были допрошены следователями в качестве подозреваемых. В ходе допроса свою причастность к вышеуказанным событиям они отрицали. Сейчас подозреваемым избирают меру пресечения. Проводится судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Жителям дома по улице Чернышевского уже не первый год приходится бороться с крысами. В последнее время грызуны как с цепи сорвались. Они выбегают на детские площадки, в магазины и в подъезды. Некоторые уверяют, что появились крысы из колодцев старой теплотрассы. Как их истребить, гадают не только жильцы, но и коммунальщики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. У нас тут и фекали все падают. Вот по этим они бегают здесь. Здесь дырочка все падает. Один раз свалилась вот эта штучка. Ну короче, они вот с подвала оттуда все вот так бегают. К крысиным бегам по вентиляционной шахте в этой парикмахерской привыкли уже давно. Из-за грызунов в помещениях всегда стоит невыносимая вонь. Клиентов такие запахи отпугивают. Там в коридоре, везде там, наверное, где-то бегают, там открытые места есть. Мы там еще и закрывали вентиляционные шахты. В последнее время грызунов стали замечать и в этом магазине. Крысы – постоянные гости отдела бытовой химии. После их набегов приходится утилизировать хозяйственное мыло. Они оставляют на нем царапины и надкусы. А недавно большая крыса появилась в торговом зале. Ну вот, с той стороны, из-под прилавка, выбежала, добежала до середины зала, увидала людей и обратно. Чтобы избавиться от крыс, в магазине ставят приманки с ядом. Вообще, говорят жильцы, в последнее время в их доме грызунов стало больше. Когда я выхожу гулять с детьми, то мы вечером видим, как бегают крысы около мусоропровода. Туда-сюда бегают по крыльцу и пытаются зайти, конечно, в подвозь. В том, что крысы расплодились, многие винят коммунальщиков. Люди говорят, что и во дворе, и в подвале дома они убираются из рук вон плохо. В управляющей организации, которая обслуживает дом, разводят руками. В этом году от жителей поступило большое количество жалоб на крыс. Грызунов травят, но только по графику. Меньше их не становится. Соседние дома, возможно, тоже не травят. Крысы могут перебегать с дома в дом, естественно, это может происходить. А то, что там крысы вы нашли, я считаю, это должны то предприятие, которое травит, тоже контролировать. Может быть, сейчас отрава не те, не те составом травят. Я не знаю, в чем причина, но вот обращений, конечно, от жильцов много. Дезинфекцию от крыс в этом доме провели неделю назад. В следующий раз специалисты придут сюда только в сентябре по плану. В управляющей компании надеются, что отрава подействует на грызунов. Пока же людям придется мириться с непрошенными соседями. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Такой был опять не со глазами корреспондентов национального телевидения Чувашии. Впереди выходные и сейчас информация для тех, кто не смог выбраться в центр Чебоксар в День города. Наш телеканал еще раз покажет самые яркие моменты праздника. 23 августа в субботу в 19.00 смотрите телеверсию праздничного концерта, посвященного Дню города. В воскресенье 24 августа в 9.30 просыпайтесь и делайте зарядку со звездой. А вечером в 19.30 повтор трансляции концерта «Чебоксары. Город трудовой славы». У меня на этом все. До свидания.